здравствуйте уважаемые друзья вы находитесь на канале питомника хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов. Брежде всего хочу поздравить всех с прошедшими праздниками всем пожелать добра счастья любви всего 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 самого наилучшего сегодня мы рассмотрим как проводят хвойные хвойные сеянцы под снегом и что бывает после того как сходит снег был очень сильный снегопад было снега почти сантиметров 40 сейчас все растаяло так как у нас шли дожди довольно таки хорошо все ушло и так рассмотрим в принципе в принципе однолетка себя чувствует хорошо некоторые задают вопрос ну как чувствовать себя в мороз это мороза она боится нет не боится мороза мороза стояли ну небольшие минус 15 но довольно долго вся она была под снегом сначала выпал мелкий снег потом выпал более крупный снег то есть навалило хорошо это все что я сейчас буду показывать вам вот увидите что тут было очень много снега и даже видно что кое-где снег остался но сейчас январь не забывайте еще снег будет и они будут все равно уходить под снег и там они чувствуют себя довольно комфортно то есть однолетка даже чувствует себя комфортно я не говорю уже о двухлетке четырехлетке пятилетке сейчас мы это все рассмотрим и я вам покажу итак начнем с туи колоновидной это однолетка однолетка довольно хорошая но в этом году мы ее не будем продавать а к осени она конечно же будет как двухлетка туя колоновидная колумна туя брабант есть у нас туя восточная книжка сосна крымская но главное что меня интересует это пихта пихта кавказская нормана снега было очень много ну вот посмотрим как она себя чувствует довольно таки хорошо это все однолетка в следующем году пойдет и будет прекрасным саженцем я не скажу будем ли мы ее продавать или не будем но факт в том что она чувствует себя хорошо мороза не боится даже однолетка при таких условиях таких какой был снег очень хорошо себя чувствует я даже не стал ее укрывать не потому что мне было лень просто решил проэкспериментировать но я здесь у нас двухлетка она рассажена вот видите под снегом снег не сошел но здесь потому что падает тень и там уже вот небо солнце заходит вот оттуда и здесь тень сейчас пойдем посмотрим четырехлетку ну и опять же наша прекрасная четырехлетка ее осталось немного около трех тысяч ну еще на другом участке здесь нету трех тысяч здесь около тысячи осталось а так ее ну уже по по заказам там заказали где-то 500 штук пятьсот семьсот но вообще зимой саженцы себя чувствуют довольно таки хорошо они свет маленько потеряли но этого ничего не значит сейчас мы посмотрим тую, туя калорийная колонна четырехлетка ну довольно прекрасные саженцы опять же был снег ничего им не случилось с ними все с ними нормально она удивительная сама по себе потому что она может сначала быть разлят потом все равно стрелу дает и идет довольно таки хорошо вот здесь туя смарагт смарагт он ну смарагт это у нас на идет на дорасивание из него маточные растения а вот здесь пихта кавказская тоже на дорасивание пойдет мы ее не выставляли а вот пропавшие саженцы то есть один саженец пропал видно да он довольно таки красиво смотрится если так посмотреть конечно на фоне других ну такой ржавый а вот этот смотрите не до конца вот здесь вот я обрезал уже шел такой эти два надо обрезать одна веточка все таки живая и хорошая и вот там если можно видеть то же самое ну пихта здесь вообще два ствола пошло ну потом будем формировать или что-то с ней делать хотя пихта очень плохо формируется опять же смотрите и можно видеть сколько почек у нее там если мы ее не тронем то она довольно таки хорошо будет идти я думаю но скорее всего она будет пересаживаться как можно раньше вот там если туя колоновидная она как бы вместе растет то вот здесь вот одна вот например она растет да она не пропала с ней ничего страшного не случилось это морозом и солнцу которое на морозе оно просто дало о себе знать и она покоричневела но ничего с ней страшного к апрелю она отойдет будет зеленое зеленое прекрасное дерево а здесь саженец я имею ввиду ну вот так чувствуют себя растения вот колоновидная пятилетка нет это холструм это yellow ribbon тоже на рассадку на черенки все это пойдет поэтому не пытайте меня она не продается сразу говорю опять же сейчас идет прием предварительных заказов на нашем сайте вы можете заказать растения заказать растения которые есть на главных а там у нас здесь ель пятилетка боже сколько травы нарасту это буквально не знаю за зиму а вот четырехлетка зеленая зеленая ель ветер какой-то подымается ну так если посмотреть то все довольно хорошем состоянии приличным ну здесь у нас тень поэтому она более-менее зеленоватая я не пойму правда откуда такая трава все это надо убирать ну завтра морозы обещают а послезавтра снег поэтому сейчас как-то вот так ну завтра приеду уберу сейчас пойдем посмотрим двухлетку вообще теневик вроде держит держит все нормально единственное вот там оторвало боковушку боковушку но там такая сама по себе сетка не очень хорошая вот видите она даже отходит здесь нигде не отходит хотя ветра одинаковые и не рвет так по стяжкам как как там вот даже по покажу все видите здесь более-менее нормально а здесь у нас вот вот что случилось уже сколько раз уже 1 2 3 4 5 6 6 стяжек считайте на полтора метра но это совсем уже никуда не годится эту сетку надо менять после того как там вот растет за ней пятилетка после того как мы ее пересадим или же распродадим то есть надо менять вот ель двухлетка опять же можно видеть прекраснейшую почку у ней ну цвет даже сейчас я принципе можно сосну пойти посмотреть она там под снегом а тую двухлетку я тут не посмотрели в принципе я думаю ничего страшного с ней нет вот сосна но она где-то и придавлена снегом но здесь ничего страшного нету почка у них хорошая почка прям бомба здесь здесь по две почки то и будет хорошая это снег еще сойдет много раз у нас тут лестница она уже конечно же у нас не снята с продаж вы можете видеть что это и одни палочки хотя вот это очень много почек тут тут очень много почек и они все пойдут мы будем рассаживать ее попытаемся сделать Туя восточная приобрела такой цвет темно-коричневый ничего страшного тоже в нем нет все это отойдет все это будет нормально а вот то что мы укрывали вот тую западную двухлетку сейчас посмотрим на нее какая она себе что с ней я думаю с ней все нормально ну конечно мороз тоже дает о себе знать ну да нормальная туйка ее довольно таки много тоже по заказам стоит ну ее много но мы будем рассаживать трехлеткой она лучше уходит и более крепкая ну а здесь у нас пятилетка здесь еще лежит снег туда я не пойду пятилетка примерно вот можно видеть ну по цвету опять видите ну я вижу что она вся голубая в принципе ничего такого нет итак уважаемые друзья мы проверили как чувствовали себя растения в холода и после снегопадов то есть снега было очень много и я хочу сказать что я честно боялся за них особенно за пихту кавказскую нормана на ледку очень сильно боялся думал что поломает и нет не поломала все прекрасно все прекрасно себя чувствует то есть к весне все будет то есть уже можно не бояться отпускать под снегопад все это ничего страшного нет и когда уходит все не спать снегопада то есть это хорошо если главное чтобы он был прижитый понимаете если он прижитый то ничего страшного с ним нет он со временем он все равно восстановится даже в форме если бы тую я не накрыл двухлетку то она бы все равно восстановилась и было бы прекрасном состоянии к апрелю месяцу где так мая месяца уже когда начинаются посылки она уже более такая зелененькая ну чуть-чуть там где-то коричневатая но когда ее рассаживают люди она обретает свой естественный цвет зеленый и идет очень хорошо потом за лето приживается и через пару лет она уже практически ну не коричневеет итак уважаемые друзья все с вами был Евгений Филимонов и питомник хвойный дворик всего доброго удачи